Всем привет! С вами пивный геомастер. Сегодня я хотел бы поговорить о том, в какую посуду разливать пиво на созревание. Существует три основных вида емкости, которые пиво разливается на созревание. Первое – это стеклянные бутылки, второе – это пивные кеги разного объема, и третье – упаковка пэк, пластиковые бутылки разного объема. Стекло у нас ограничивает подъем, максимум мы можем то разливать по пол-литра. Пивные кеги подразумевают то, что если мы ее открыли, значит мы должны в скором времени все 10 литров или 20 литров в скором времени уже их полностью выпить, чтобы пиво не пропало. Для себя я выбрал оптимальный вариант – это бутылки пэк, полтора литра, потому что удобно разливать, удобно хранить. То есть, открыв бутылочку пивка, ты ее, как обычно, допьешь, и остальное пиво не попадет. Где я их беру? Их можно покупать в разных местах. Например, в пивных разливухах, где производится пиво на разлив, но там они стоят порядка 10-15 рублей за бутылку, что, в принципе, при больших объемах довольно-таки дорого. Можно покупать бутылки пэк прямо у поставщиков, у производителей, так сказать. У меня вороны же, они стоят по 4,80 плюс 20 копеек крышка. То есть, одна бутылка полтора литровая с крышкой мне обходит 5 рублей. Беру я их упаковками по 130 штук в упаковке. Это минимальная партия, которую можно взять. И сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот такая партия бутылок. В ней 130 штук. Я вот эту упаковку открыл и половину, не половину, а вот часть заполнил своим кэпсопродуктом. Повторюсь, одна бутылка стоит 4,80 плюс крышка стоит 20 копеек. Очень удобно, практично, чистые, новые, коррозионизмные бутылки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...